29 апреля 2021 года. Здравствуйте, дорогие наши друзья! Мы находимся с вами во дворе храма Гроба Господня, где сегодня прошел утром патриарший чин умовения ног, и мы с вами на нем побываем. Этот чин был впервые установлен в нашей Иерусалимской Церкви в VI-VII веке и с тех пор проводится здесь ежегодно. Чин этот, кстати, существовал еще до своего установления просто как частный обычай. Помните, святитель Спиридон Тримифунский просил свою дочь омыть ноги страннику, которого они приняли у себя в доме? Так вот, у нас впервые этому чину придали богослужебный характер. А начинается все с литургии в храме Иакова, брата Господня. Это главный арабский приход Иерусалима, и в этот день здесь служит сам Иерусалимский патриарх, блаженнейший Феофил III. Сам чин умовения ног с глубокой древности играл очень важную роль в подготовке христиан к Пасхе. Ведь именно этим чином Господь подтвердил ту новую заповедь, которую он дал нам за день до своих крестных страданий, а именно «да любите друг друга». И вот в этот день старший, будь то патриарх, а раньше в Константинополе это делал даже сам император, или игумен монастыря, или приходской священник, старшие показывают любовь к младшим, умывая им ноги. В древности умовение ног было очень важным гигиеническим делом, потому что придя с дороги, пыльные, а иногда и раненые ноги нужно было омыть и полечить. А сейчас же это имеет значение символическое, значение того, что в этот день старший служит младшим, исполняя так заповедь Христову. Приятно сказать, что на службе было очень много русских прихожан, и отче наш пели по-гречески, арабски и по-русски. После окончания литургии все выстраиваются у выхода из храма, ждут колокольного звона и торжественной процессии. Патриарх со всеми священниками выходят во двор храма. Народу в этом году беспрецедентно мало. Обычно здесь яблоку негде упасть, все оцеплено полицией. За то, чтобы вот так посидеть на крыше, нужно платить деньги и покупать билет. В этом году никого практически нет, двор пустой. Начинается чин с порога храма Гроба Господня, куда и направляется патриарх. Сам чин очень сложный. Это, кстати, послужило причиной отмены его во многих церквях. Например, в России чин был восстановлен только в 2009 году патриархом Кириллом. Чин состоит из особого составного текста Евангелия с некоторыми дописанными фрагментами диалога Христа и его учеников. Также из ек теней, из особых молитв, из самого, собственно, действа умовения ног священникам или архиереям, и, конечно, из особых молитв стихир и тропарей. Два архимандрита изображают двух апостолов, которых Христос посылает в город, сказав им, что там они встретят человека, несущего кувшин воды. Они должны сказать ему, что у него в доме хочет Господь сотворить сегодня пасхальную трапезу со своими учениками. Передав слова Спасителя, апостолы возвращаются к нему, и архимандриты говорят патриарху, что все готово. Патриарх отвечает Изыдиму, и все отправляются опять же под колокольный звон к небольшому помосту, который в этот день олицетворяет горницу Тайной вечери. Кстати, точное место, где Тайная вечеря была совершена в Иерусалиме, нам неизвестно. Есть предположение, что было это в доме апостола Марка, вернее, в доме его матери Анны. На этом месте у нас теперь стоит Сирийский монастырь, и когда-нибудь мы вам обязательно его покажем. Сейчас же мы видим, как патриарх и все наши архимандриты, священники, архиереи направляются к этому помосту. Чин идет очень неторопливо, очень торжественно. Очень важная роль в этом чине принадлежит чтецу. Обычно выбирают архимандрита с очень красивым голосом, потому что ему предстоит вести чин, то есть рассказывать всю историю и, нараспев, особым образом, очень долго, медитативно читать Евангелие, чтобы патриарх успевал делать те действия, о которых в Евангелии говорится. Сейчас вы это увидите. Уверяю вас, такого чтения Евангелия вы, наверное, даже просто никогда раньше не слышали. Но это будет еще немного впереди, а пока давайте вспомним, что во время этого чина 12 архимандритов и священников изображают 12 апостолов, при том у каждого есть свое имя и своя роль, а патриарх символизирует самого Христа. Чин начинается с Екатиньи, в которой молятся о здравии патриарха, всех присутствующих молящихся, ну и, конечно, всех православных христиан. А дальше начинают петь очень красивые стихиры и тропари, в которых говорится о событиях Великого Четверга, о Тайной Вечере и окрестных страданиях Спасителя. А дальше начинается чтение отрывка из Евангелия о том, как Христос, сняв ризы свои, и припоясавшись лентием, то есть полотенцем, стал омывать ноги ученикам своим. Вот этот фрагмент читается нараспев необыкновенно долго. Каждое слово повторяется по много раз для того, чтобы патриарх успел действительно разоблачиться, припоясаться полотенцем и начать омовение ног. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень трогательно, что по нашей Иерусалимской традиции во время самого омовения ног бесконечно долго распевается одна единственная фраза «И омыл ноги ученикам своим». На этом ставится очень большой акцент. Эта фраза действительно входит тебе в самое сердце. И вот этот урок, который мы выносим из этого действия Христа, действительно доходит до сознания и до сердца. Наверное, эти простые слова в каком-то смысле даже лучше необыкновенно красивых стихир и тропарей, которые были написаны гораздо позже и исполняются в других церквях. Мне наша Иерусалимская традиция, вот эта часть, очень нравится. Я знаю, что во многих церквях патриарх омывает ноги архиереям, то есть епископам. В нашей же Иерусалимской церкви роли апостолов исполняют архимандриты и священники нашей Иерусалимской патриархии, при том как греки, так и арабы. Самый трогательный момент, конечно, это диалог с Петром. «Господи, не омоешь ног моих вовек», — говорит Петр. Христос отвечает ему, «Если не омою ноги твои, не будешь иметь части со мною». Тогда, говорит Петр, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Господь объясняет ему, что в этом нет нужды, потому что он есть чист. Петр. 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Этот диалог взят частично из кусочков Евангелия, а частично был написан, дополнен уже в VI-VII веке в нашей Иерусалимской Церкви. Каждый архимандрит имеет роль определенного апостола, и Господу задают вопросы не только Пётр и Фома, и Иоанн, как это было в Евангелии, но и, например, апостол Матфей, или апостол Иаков, или апостол Андрей. Все эти вопросы и ответы Христа связаны с непониманием учеников, зачем он идет на эти крестные страдания, куда он идет, и Патриарх от лица Христа дает объяснение. Ну а затем наступает время архиерейской молитвы Христа. ПАТЕР, ПУСДА ДОПЛАЗБИ, ТЕЛО, ЧИ НА ОМИМИЯ ЕПОΧΑ ИТИНИОСИМЕ ТЕЛО, ЧИ НА ТЕУРОСНУ ТИ НЕ ДОПЛАЗБИ, ОТИ ГАΠΗ САΝΕ, ПРОПЕТАБОЛИСКОВ, ПАТЕР, ДИКЕЙ, КИ ОПОСУМОСЕ. ПАТЕР, ПАТЕР, ПОСУМОСЕ. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»